Успехи в учебе, научная работа и желание стать частью команды одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Все это помогло Диане Галямовой получить корпоративную стипендию от Башнефти. У девушки уже немало наград за научные труды и образцовую учебу, а вот стипендию от башкирских нефтяников студентка получает впервые. Я активно занимаюсь научной деятельностью и за все свои достижения в науке, в различных мероприятиях участия и корпоративных мероприятиях, конкретно от компании Башнефт. И за прохождение практики дали такой сертификат. Лучших отметили также среди молодых ученых и преподавателей. Для Анастасии Котельниковой полученный грант – это первая серьезная награда за ее труд. Молодой преподаватель нефтяного университета планирует потратить деньги на защиту кандидатской диссертации. Это грант Башнефти на развитие научной работы, научных разработок. По моей тематике. Церемония вручения корпоративных стипендий и грантов Башнефти в этом году юбилейная, десятая. Чтобы получить денежное поощрение и попасть в кадровый резерв, студентам необходимо показывать высокую успеваемость, заниматься научной работой, участвовать в проектах компании. Одной из главных задач в Башнефти называют подготовку высокопрофессиональных кадров. Все наши стипендиты находятся в поле нашего зрения. Мы всех их знаем, приглашаем на практики, на стажировки. И, конечно, после окончания вуза мы их с удовольствием рассматриваем на трудоустройство. Решение о присуждении стипендий и грантов принимает специальная комиссия, состоящая из работников Башнефти и ее дочерних обществ. С каждым соискателем проводят собеседование. В этом году члены жюри отобрали 95 победителей. А всего за 10 лет стипендий получили 540 студентов. Нитита Баренбаум, Ксения Мазина, Эдуард Якушев. Уфимское время.